Да быть того не может, сказал бы я, если бы сам лично этого не увидел. Сайтама уничтожил Юпитер, просто чихнув на него. Гару пожертвовал собой, чтобы предотвратить все зло, которое он совершил. И для этого он передал всю свою силу Сайтаме, тем самым переместив его в прошлое. Всем привет, друзья! Это обзор новой 213 главы манги One Punch Man. Ну а прежде чем мы начнем, отдельная благодарность за поддержку в развитии канала Александру Буреку, Гному, Илье и Синха. Спасибо вам огромное и за поддержку, друзья. Вы мотивируете меня делать контент. Итак, на оригинальной обложке в Млечном Пути была отметка на Юпитере, где на данный момент находятся Гару и Сайтама. А в английской главе почему-то ее убрали. Ну да ладно, Мурата не перестает нас радовать цветными крутыми обложками. Согласитесь, выглядит это очень круто. Эти фреймы, где Сайтаму уничтожает Юпитер, просто великолепны. Каждый раз Мурата удивляет нас своим художественным мастерством. Кстати, о талантливом художнике. Хочу познакомить вас с творчеством этого парня, который настолько хорошо рисует, что сам Мурата может позавидовать. Узнаете этого старичка? Это ведь серебряный клык Бэнг в молодости. Помимо него, у него есть еще очень много красивых и качественных годных рисунков. Но это еще не все. Вишенкой на торте является его собственная манга, которую он рисует. Автор ведет свой инстаграм, где и делится своими рисунками и мангой, которую можно там же прочесть. А в сторисах вы увидите сам процесс рисования и создания манги. А еще, у автора есть ВКонтакте, где он также выкладывает свои работы. Ссылка на инстаграм и вока будут в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Ну а с вами, как всегда, Аниманга. И мы начинаем! Итак, напоминаю, что последняя глава закончилась тем, что Гару и Сайтама ударили друг друга. И многие думали, что у Сайтамы, возможно, пошла кровь. Но все поспешили. Потому что благодаря этой главе мы поняли, что это были лишь частички от брони Гару, которые сыпятся после каждого удара по Сайтаме. Что говорит о том, что он слишком силен для него. Но Гару постепенно набирал темп и казалось, что он может ранить Сайтаму. Но нет. В первом же кадре мы видим, как Сайтама уворачивается от удара Гару, словно Нео из Матрицы. А затем резко встает и бьет Гарыча по роже. Далее Сайтама показывает свою скорость. Он отлетает от обломков. А затем бьет Гару по затылку. В точности так же, как и Гару когда-то бил Сайтаму. Гарыч замечает, что Сайтама специально мстит ему теми же ударами, что он ему наносил. Показывая, что на самом деле он все это время сдерживался. А сейчас, став серьезным, он может на раз-два раскидывать его. Сайтама спрашивает у него, чего это тот притих. Он же хотел заставить его драться всерьез и скопировать всю его силу. Так действуй. Но Гарыч ничего не может ему противопоставить. Потому что с каждым разом Сайтама становится все сильнее и сильнее. Гару сильно бьет Сайтаму. А тот отвечает ему еще большей силой. И так каждый раз. Нам показывают график сил, где Гару постепенно поднимается к уровню Сайтамы. Но тот движется все выше и выше. А точнее, Сайтаме все надоедает. Он серьезен и зол как никогда. И поэтому на графике мы видим, как уровень силы Гару постепенно растет. Но каждый раз Сайтама превосходит его. Из-за чего уровень его силы поднимается намного выше. Его скорость роста, которую раньше никто не замечал, поскольку никого не было, кто бы хотя бы чуточку мог сравниться с ним по силе, внезапно начал расти в геометрической прогрессии. Из-за всплеска эмоций, которых он никогда не испытывал. Сайтаме становится прохладной из-за потери одежды. И он жалуется Гару, что он испортил его костюм. А Гару атакует его. Но тот спокойно останавливает его удар, даже не поднимая взгляд. Как мы знаем, после каждого удара Гару усыпется как песок. Это его поверхность формой монстра. Которую по вкусу напоминает молотый перец. Ну или соль, как хотите. Из-за чего после удара Сайтаме и хочется чихнуть. Но Сайтаме чешется и приоткрыв свой рот, он делает... ЧИХ! Серьезный ЧИХ! Сайтама сносит всю поверхность спутника и даже Юпитера одним лишь чихом. Выглядят эти кадры, конечно же, очень круто. Гару в шоке. И задается вопросом, что же это за чудовище. Они отлетают от Юпитера. И Гару замечает солнце. А присмотревшись и нашу планету. Он говорит, что может телепортироваться туда, куда глаза глядят. Гару использует ядерное расшипление. Это тот самый сильный ядерный удар, которым он не раз уже пользовался. После он быстро сваливает от Сайтамы, чтобы тот не смог его догнать. Ему удается переместиться к земле. И он радуется, что наконец-то сделала это. Победа! Ура! Но не тут-то было. Сайтама оказывается за его спиной. Гару не понимает, как такое возможно. Ведь он откинул его в другую сторону, когда открыл портал и переместился сюда. А Сайтама объясняет, что из-за холода и этой яркой вспышки, он расслабился и выпустил свои газы и полетел за ним в портал, тем самым догнав его. Сайтама бьет Гару прямо по лицу и швыряет его в землю. При столкновении с землей Сайтама ломает космическое лицо Гару, тем самым приводя его в чувство. Сайтама не добивает Гару, а тот удивляется и спрашивает, почему он остановился и зачем он оставляет его в живых. Сайтама отвечает, что в отличие от людей, которые скрываются под костюмами или таких, как Кинг, он не подходит на свою роль и не станет убивать Гару, потому что он является героем. И сдержит последнее слово пацана, который просил этого не делать. Речь, конечно, идет о Торео, бездыханное тело которого Гару замечает. Он понимает, что тот умер из-за радиации, которая исходила от него. Он резко встает и начинает бежать в другую сторону подальше от него. А Сайтама говорит, что тот бежит не в правильном направлении. Он просто не понимает, что от Гару исходила радиация. Гару плачет и обвиняет себя в том, что малыш Торео умер. Сайтама же говорит, что он ведет себя странно с тех пор, как они спустились на землю. И уверен ли он, что на него никакой чудак не повлиял? Гару признает это и говорит, что произошло это лишь потому, что он слаб духом. Он понимает, что раз уж он не может победить Сайтаму, он не станет абсолютным злом. А герой, который только что победил его, говорит, что не подходит на роль героя. Если бы Сайтама вел себя подобающе и как должно герою, и закончил бы то, что он начал, то он смог бы хотя бы уйти как настоящее зло. Но сейчас тот, которого он хотел спасти в первую очередь, изменив мир, просто не стало. Сайтама спрашивает, действительно ли тот хотел спасти Торео, или он просто цеплялся за него, как за поддержку. Гару хочет ответить ему, что тот не понимает, что несет, но вдруг замечает Дидро Геннесса у него в руках, и понимает, что он делает то же самое, что и он. Гару говорит, что человек с такой силой не может оставаться в здравом уме. Сайтама спрашивает, что тот намерен дальше делать. Гару задумывается и говорит, что у него появилась идея, и рассказывает ему свой план. Он просит Сайтаму скопировать его боевое искусство. Он верит, что человек с такой силой запросто справится с этой задачей. Поэтому он собирается передать ему свою сильнейшую технику, которую он и сам еще не сумел использовать, даже после того, как украл божественную силу. Сайтама думает, что он несет какой-то бред, но увидев серьезный настрой Гарридша, он согласился. И как только они начинают, появляется сам бог. Хватит! Я забираю свои силы обратно! После чего силы бога покидают Гару, из-за чего тот начинает превращаться в песок, как после «Шилочка от Аноса». Но в этот момент Сайтама и Гару уже представили собственные вселенные внутри себя, где мы видим частицы и античастицы, созданные в парах космическими лучами Гару. Поскольку каждая субатомная частица начала двигаться в противоположных направлениях, они начали копировать движения друг друга. Когда все субатомные частицы внутри Сайтамы сделали это, Гару кричит ему, чтобы тот сделал это, имея в виду, что вся надежда на него. И из всех людей сделать это может только он. И то, что ему нужно сделать, это победить зло и предотвратить такое будущее. После этих слов Гару умирает, и его тело начинает рассыпаться. А Сайтама путешествует по времени. Он не может поверить в то, что видит. Он говорит, что боевая техника Гару потрясающая. Далее он присматривается к временным порталам и замечает момент, где Гару говорит, что он абсолютное зло, божественного уровня. Сайтама понимает, что все с этого и началось. И просто будто нажимает стоп на кнопке пульта, кидает свой кулак. Мы перемещаемся во времени. Именно в тот момент, где Гару заполучил силу бога и применил космическую форму. До этого он откинул Сайтаму гамма-взрывом. Это так, к сведению. Сайтама бьет Гару по лицу, затыкая его и не давая отблагодарить бога. Этот удар, ненормально усиленный на спутнике Юпитера, вернулся в прошлое и приземлился до того, как его бросили. Изменение причинно-следственной связи. Абсолютная неизбежность. Для этого не потребовалось ни одного удара, но ноль ударов, чтобы закончить эту битву. Герои, увидев эту картину, встали в ступор. И Генос, который в этом таймлайне еще не успел полететь к Гару, тоже тут и в шоке от происходящего. Он узнает своего учителя. Гару даже не смог понять, что случилось. Как силы бога начинают его покидать. Сайтаму тянет в сторону. И из-под земли появляется второй Сайтама из этого таймлайна. И они становятся одним целым. Сайтама падает на землю, осматривается и не понимает, что происходит. Последнее, что он помнит, это как Гару откинул его гамма-взрывом. Он смотрит вниз и видит, что у него в руках ядро Геноса. Он впадает в шок, осознавая, что это значит, что Геноса нету в живых. Но непонятным образом у него еще и штаны между ног порвались. Внезапно Генос летит в Сайтаму. Как он это сделал с Гару. Мурата показал нам изменения таймлайна. То есть, та линия времени, где Сайтама дрался с Гару, уже не существует. Именно поэтому Сайтама и не помнит ничего. Потому что нечего. Сайтама с Гару не летали в космос. И тем более, не были на спутнике Юпитера. Получается, раз этого не было, все это просто забудут? Конечно нет. Нам еще не раз напомнят об этом. Учитывая, что власть всего команды уж точно знают, что случилось. Ибо их измерения, через которые они путешествуют, вне времени и пространстве. Если вы думаете, что существует только одна вселенная, вы ошибаетесь. Есть и параллельные вселенные, в которых существуют и другие боги. Которые представляют угрозу всему живому. Не только одной вселенной. Конечно, это лишь моя теория. И на самом деле, может быть, что никто ничего не вспомнит. И все, что я сказал, это полнейший бред. Но лично я решил придержаться той теории, что Бласт все знает. И когда-нибудь он появится. И расскажет Сайтаме о том, что они с Гару в другом таймлайне уничтожили всю солнечную систему. Итак. Гена свалит своего учителя с ног. Он просит прощения, говоря, что он слегка погоречился. Говорит, что тот до чертиков напугал его. И он думал, что его нету в живых. Стоп. Давайте обсудить кое-что очень интересное. Возможно, я туплю. Но подскажите мне, какого черта у Сайтамы осталось ядро Геннесса, если в этом таймлайне он живой? Почему, когда две версии Сайтамы объединились, ядро Геннесса не исчезло? На этом моменте глава заканчивается. Думаю, мы долго будем обсуждать эту главу. Так что ждите видео в скором времени. Завтра обязательно выйдет озвучка этой главы. Напишите свое мнение в комментариях. На этом все, друзья. Если хотите поддержать меня донатом, ссылка на донат будет в описании и в закрепленном комментарии. Всем огромное спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok